Время колонки редактора на репортере. Я по-прежнему Виталий Хеми. Мы с вами встречаемся в первой половине апреля. В эти дни исполняется ровно год, как небезызвестный нам экс-глава Одесской благосадминистрации Максим Степанов заступил на должность министра здравоохранения. Пожалуй, сегодня нет фигуры в системе украинского госуправления наиболее противоречивой, хотя это еще мягко сказал. Посмотрите на рейтинге политиков, депутатов, министров. Весь негатив Максим Степанов перетянул по разным причинам на себя. Почему так произошло, мы об этом обязательно поговорим. Но давайте вернемся в начало 2020, а точнее в март 2020. Максим Степанов несколько месяцев, пребывающий без работы. Уволенный Петром Порошенко между первым и вторым турами президентских выборов, но ожидающий решения в свою пользу. Мы встречались с Максимом Владимировичем, мы каждый месяц встречались, когда он был губернатором Одесской области, сверяли часы. И вы знаете, моя позиция такова, что Степанов один из наиболее успешных и эффективных менеджеров, которые работали в Одесской области. Многие мои коллеги со мной не соглашаются, но давайте смотреть правде в глаза. За два почти с половиной года своей работы Степанов удалось сделать немало. Да, не он лично строил дороги, не он лично строил ФАП и школы, но при нем некоторые вопросы в Одесской области сдвинулись, если не с мертвой точки, по крайней мере, были завершены, доведены до своего логического завершения. Почему-то казалось, что когда произошел этот конфликт между Порошенко и Степановым, вы видели, как он происходил, показывали даже центральные телеканалы, что человек, который придет на смену Петру Алексеевичу, имеется в виду Владимир Александрович Зеленский, вернет Максима Степанова в Одесскую область и даст завершить Степанову то, что ему сделать не удалось. Кстати, одна из таких мечт Максима Степанова, об этом он говорил нам, журналистам, в свой последний день работы в Одесской облгосадминистрации, это строительство многофункциональной, многопрофильной больницы. Степанов не успел, а через год нас всех догнала пандемия коронавируса. Вот казалось, что Зеленский примет решение, которое устраивало бы всех, и Максим Степанов вернется в кресло председателя облгосадминистрации. Так не случилось, кресло губернатора, будем называть это так, хотя это не совсем правильно. Губернатор Одесской области занял совсем другой человек, а в Одесской области происходили разные события. Как оказалось, регион откатился на несколько позиций назад, но Максим Степанов хотел еще заявить о себе, он не сказал своего последнего слова ни в региональной, ни в государственной политике. Вот в беседе со мной в марте 2020-го, как бы об этом говорил. Мы говорили и о надвигающейся эпидемии, тогда еще я не уверен, что слово пандемия было настолько модным. Степанов буквально за недели-полторы до своего назначения приехал в наш город, не только приходил на репортер, привез огромное количество, тогда оказалось огромное, медицинских масок, которые уже были в дефиците медицинской одежды, потому что врачей не было практически ничего. Даже ИВЛ привез в один из благотворительных фондов и вовсю критиковал, нет, не президента Зеленского, а министров и вообще систему здравоохранения в стране. Я не знаю, как так получилось, может быть, услышали критику Максима Владимировича в адрес всего медицинского персонала на уровне столицы нашей родины. Но уже 30 марта Максима Степанова утвердили и вообще-то началось. Знаете, оценки, которые сейчас дают Степанову, они самые разные, но давайте как-то попытаемся разобрать основные претензии, которые министр принимает, объективно принимает на себя. Что случилось с антикоронавирусным фондом? Почему деньги не ушли на строительство новых больниц, на закупку нового оборудования? Почему эти финансы, грубо говоря, были разбазарены? Я бы очень хотел задать вопрос лично Максиму Владимировичу. Я знаю, что он несколько раз собирался в Одессу. Вот-вот встреча должна была быть организованной с одесскими журналистами, но в последний момент что-то срывалось. И за год своей работы, к сожалению, по разным причинам Максим Степанов до Одессы так и не доехал. Разумеется, не столько его вина, что эти деньги ушли совсем на другие. Тоже важные проекты, но поскольку Украина едва ли не больше всех на данный момент страдает от пандемии, мы уже, к сожалению, захватываем это печальное лидерство. Почему эти деньги не пошли по назначению? Второй момент, который справедливо тоже как бы ставят в упрек Максиму Степанову, но опять не он один несет и должен нести за это ответственность, это вакцинация. С начала 2021 года, да что там, с конца 2020-го нас скормили завтраками, обещаниями, в том числе и руководство страны, и профильные министры, и в том числе и Максим Владимирович Степанов о том, что вот-вот в Украину приедет вакцина, одна, вторая, третья, и каждый раз дата прилета вакцины отодвигалась. Мы смотрели на это все с грустной иронией и не понимали, почему так происходит? Почему сам министр должен ехать в одну из стран Азии, чтобы лично проконтролировать отгрузку вакцин? Понятное дело, что, я повторюсь, ни один министр здравоохранения может и должен нести ответственность за происходящее. Тогда возникает еще один вопрос. Если Максим Степанов знал о том, что, в общем-то, страна не готова, да и не готовится особо к тому, чтобы отбивать вторую, третью, четвертую волны пандемии, почему не стоило бы написать заявление об уходе, чтобы Верховная Рада по закону приняла эту отставку. Есть два нюанса. Возможно, тогда бы Максим Степанов получил еще больше критики в свой адрес, мол, что же ты за министр, что бросаешь страну в такой важный период. Но и здесь нет правильного решения, потому что даже оставшись, Максим Степанов все равно, как я уже говорил, впитывает в себя весь этот негатив. Остался не очень хорошо, ушел бы, посчитали бы трусом. И Максим Степанов по-прежнему в этой лодке, получая все не очень добрые пожелания в свой адрес, пытается регулировать на данный момент процесс. Давайте вернемся опять-таки к теме вакцинации. Новое обещание. Привезут одну вакцину, третью, четвертую. Pfizer когда-нибудь привезут. А Украина по-прежнему занимает первые места в этом малоприятном рейтинге заболеваний и, к сожалению, даже смертей. Пока мы с вами записываемся, в этот день в Одессу приехала даже специальная парламентская комиссия, чтобы понять, разобраться, что же происходит в нашем регионе. И очень жаль, что комиссию не возглавил лично министр, которому опять-таки я, в отличие от многих других коллег своих, отношусь с большим уважением. Нам есть что вспомнить хорошего и нормального о работе Максима Степанова в Одесской области. Но это было в период с 2017 по 2019 год, в период с 2020 по 2021 Максима Степанова и у нас всех началась совсем другая жизнь. Когда будете давать свою оценку, все-таки вспоминайте не только о том, что было когда-то. Читайте сводку, читайте новости и думайте об этом. Это была колонка редактора, я Виталий Хемис, смотрите репортер.